Таунхаусы, индивидуальная забудова, арендное и социальное жилье. Все лето в Гомельской области плануют побудовать 475 тысяч квадратных метров. Об самых интересных и запотребованных насельством будильных решениях разважались сегодня у Мазыры на выездной коллегии Комитета по архитектуре и будильнике Абловы Конкама. Марина Джалая с подробностями. За моей спиной первые у Мазыры таунхаусы. Их тут будет 10, каждый с гаражом и террасой. Метраж унушальный, а маль 200 квадратных метров. Не выключено, что в Мазырске домобудовнейший комбинат займется взведением таких комплексов не только в своем городе, а и по всей Беларуси. Кошт квадратного метра тут будет выше, чем в панельных шмат поверховках. И все же это больше та, над чем будовать приватный одособленный коттедж. В таунхаусах, агульные фундаменты, боковые стены. У Жахарова Мазыра новая забудова выкликает великую цикавость. Плануется, что на початку осени домы будут готовы до продажи. Это, конечно, коммерческий комплекс. А на заволку Бакунина в Гомеле побудуют подобное для тех, кто имеет потребу в поляпшении жильевых умов. А кроме того, Мазырские ДБК ориентуются на строительство энергоэффективных домов. Вот это невеликий фрагмент стены. По имущество, как выглядит конструкция внутри. По такой технологии тут будут уже амаль 10 лет. Конструкция имеет два слоя тяжелого бетона внутренний, он несущий, толщиной 90 мм, утеплитель 180 мм и защитно-декоративный слой наружный, который состоит из тяжелого бетона С20-25, 80 мм. И здесь наглядно видно, как устроена конструкция связи раскосы и подкосы. Вот на этой арматуре и держатся два наших слоя. Потом идет пустя герметизации. Вот они. И как устроен стык, чтобы не было ни затеканий, ни продуваний, и других проблем при эксплуатации жилого дома. За минулый год Мазырский дом обудовничший увел эксплуатацию около 114 тысяч квадратных метров жилья. Это, прикладно, на 20 тысяч больше, чем и в 2017-м. Но Мазырский ДБК работает не только в разных регионах Беларуси. Целый белорусский квартал худко заявится в Курску. Это 10 высоток по 100 квадратов каждое. Удельничший ДБК и аналогичный обудовничество в Калузе. Что до кошта на квадратный метр с держподтрымкой, то летость он был самым низким не только в Гомельской области, а и в Украине. А кроме того, на базе ДБК есть властная вытворчность школопакетов. В кончатковом вынике это так же впливает на снижение кошту квадратного метра. В планах – будивать квартиры студии по 25 квадратных метров. Такое жилье будет сучасным, запотребованным, например, у студентов, и приемальным по коште. А в том, что нужно будивать, уличивающие интересы всех категорий населения, а разважали и на коллегии. Населением вызван повышенный интерес к индивидуальному жилищному строительству. Все хотят жить на земле, на свежем воздухе, где можно безопасно отправить детей во двор. И, соответственно, это комфортные условия проживания. Для тех, кто имеет потребу полепшения жильевых умов, все лето побудуют 170 тысяч квадратных метров. С их практически 150 тысяч с держподтрымкой. Для шматцветных семей до конца года треба побудовать больше 1700 жилых помешканев. А кроме того, в регионе сформировано больше 17 тысяч замельных участков для индивидуального будовництва. Для развития такой забудовы домобудовничные комбинаты в области выпускают комплекты железобетонных вырубов без фундаменту. Пришим пропонуют 10 вариантов планировки – от 83 до 150 квадратных метров. Чтобы каждый мог у вас быть в жизни, Мару – а в своем доме. Марина Джала, Валерия Гопанько, отель Радео, компания «Гумель», Мазырский район.